Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. ЧП в лечебном учреждении краевой столицы из-за пожара эвакуировали более 140 человек. Уничтожат в два этапа. Барнаул начали обрабатывать от комаров. Разъяснят подробно. Власти проведут встречу с жителями Булыгина по поводу застройки лесного пруда. Больше 120 пациентов и 22 медика эвакуировали сегодня в Барнауле из туберкулезного диспансера. Причина – возгорание в подвале учреждения. Правда, огонь успел распространиться всего на 2 квадратных метра. Несмотря на небольшую площадь, руководство медучреждения приняло решение об эвакуации людей. Пожар тушили больше 50 человек. По предварительной версии, из-за нарушения правил монтажа электрооборудования в подвале здания мог загореться мусор. Неделя аномальной жары ждет Алтайский край. Такой прогноз дает региональный гидромедцентр. Ожидается, что температура воздуха до плюс 30 поднимется уже 21 июня. А дальше, вплоть до 28 июня, она будет нарастать до плюс 35 и выше в отдельных районах. В связи с аномально высокими температурами в край объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предостерегают, что по западу и юго-западу региона максимальные значения будут достигнуты уже в субботу. Дожди в знойную неделю, если и будут, то местами и кратковременные. В свою очередь, спасатели призывают жители края быть предельно осторожными у водоемов, не оставляясь без присмотра детей. В мэрии отчитались, что в Барнауле проводят обработку от комаров. Власти сообщили, с 11 по 17 июня в городе провели первичную дезинфекцию, в ходе которой было обработано 15 общественных территорий. Среди них Нагорный парк, Сквер Химиков, Площадь мира, Мизюлинская роща, Парк Юбилейный, Аллея на проспекте Ленина и другие территории. Также обработано 11 прибрежных зон в пригороде Барнаула. Накануне было решено увеличить кратность работ по дезинфекции, а также подключить к этой работе администрации районов города. Вторичная дезинфекция в краевой столице пройдет через 2-4 недели. А жители Барнаула тем временем все чаще обсуждают нашествие кровососущих в соцсетях и делятся вот такими кадрами. Обитель зла. Так уже прозвали эти кадры, снятые в разных частях города. Понятно, что никакие дожди не прибили комаров. В магазинах заканчиваются запасы репеллентов. Алтайские эксперты оценили, могут ли санкции против московской биржи отразиться на местных предпринимателях. Напомним, США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи. Основная угроза этих санкций – удар по валютному рынку и механизм формирования курсов доллара и евро к рублю. Какие еще последствия ждать бизнесу, расскажет Ирина Корчегина. 12 июня – День России. США вводят блокирующие санкции против московской биржи. Мосбиржа сообщает, что прекращает торги долларом и евро. Но все те же операции можно совершать через банки. Государство гарантирует возврат всех валютных вкладов, которые были положены в российские банки. То есть граждане спокойно могут обменивать валюту. Единственное – меняется механизм определения официального курса. Вот то, что этот механизм будет работать, сомневаться не приходится. Но вопрос стоит в том, как этот механизм будет работать. Потому что у нас огромное количество малых и средних предприятий, которые завязаны на экспортно-импортные операции. Каким образом они будут осуществлять эти операции, пока непонятно. Не останутся ли они в стороне от столбовой дороги? Не захотят ли уполномоченные банки заработать? Вот на этой ситуации, которая объективно складывается сегодня. Всегда какие-то новости, которые негативно, они влияют на рынок. И сегодня мы видим, к сожалению, что банки увеличили так называемый спред. Спред – это разница между покупкой и продажей валют. То есть они сегодня стараются подешевле купить и подороже продать валюту. Ну, естественно, это, конечно, в какой-то степени сказывается на предпринимателях. Ну, я думаю, это такая очевидная политика банков всегда. И я думаю, это и временное явление. Аналитики объясняют. В целом, мировой валютный рынок – это внебиржевой рынок. И переход расчетов от биржи к банкам в России вряд ли создаст непреодолимые трудности. Тем более, такой вариант отчасти был предсказуем после санкций против СПБ биржи. Эксперты считают, что хоть в перспективе эта ситуация может негативно повлиять на инфляцию, пока катастрофы не произошло. Я очень надеюсь, что в ближайшее время все-таки инфляция не будет разгоняться. Но в нашей стране это всегда непредсказуемо. А тем более в сегодняшних условиях, такого внешнего давления и санкций, все непредсказуемо. То есть как повернется история завтра, даже не экономическая, наверное, геополитическая, никто предсказать не может. И вот геополитические, наверное, риски гораздо более высокие, чем экономические. Что касается физических лиц, тут рекомендация, которую дают многие аналитики на сегодня. Не поддаваться эмоциям, подождать, что будет происходить дальше с долларом по отношению к рублю. По разным оценкам, курс не должен сильно измениться. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. За зеленой энергетикой будущее, уверена бывший министр иностранных дел Австрии Каринг Найсель. Накануне она прибыла в Бийск, где прочла лекцию студентам технологического института в честь 65-летия учебного учреждения. Материал затронул тему о роли России в экономике мировых энергетических рынков. Один из главных тезисов экс-министра и руководителя Центра геополитической обсерватории по ключевым проблемам России в том, что зеленая энергетика, которую популяризируют в странах Европы, равна ядерной. К примеру, даже для создания солнечных батарей нужен металл. А России, по мнению Фрао Кнайсель, в плане экспорта энергоресурсов стоит переориентироваться на Индию и Китай. В России довольно большой объем нефти, газа и угля, который поставляется в другие страны. И если Европа хочет отойти от российской нефти, газа и угля, то нельзя это все сделать за 2-3 года, как хочется. Это займет минимум 5-8 лет. И довольно забавный инцидент произошел сегодня в Бийске. Несколько кек с пивом горожане утащили у водителя перевернувшегося грузовика. По словам очевидцев, авария произошла из-за отказа тормозов. Несмотря на то, что полиция быстро прибыла на место ДТП, несколько бочек с химильным напитком успели пропасть. Сейчас правоохранительные органы составляют протоколы и пытаются установить личности грабителей. Сумма ущерба пока не ясна. Власти краевой столицы проведут встречу с жителями Булыгина по поводу застройки лесного пруда. Накануне в мэрии обсуждали создание искусственного земельного участка на реке Барнауки. Напомним, в мае Комитет по строительству и архитектуре выдал разрешение на работы компании-застройщику. По проекту должно быть расчищено и углублено русло реки, построено набережное. А в дальнейшем на земельном участке возможно возведение порядка 200 тысяч квадратных метров жилья и социальных объектов, а также мамонтовской магистрали. Но у горожан, проживающих в поселке, есть ряд вопросов по реализации проекта. В частности, они касаются организации работ и движения строительной техники, экологии, отведения грунтовых вод и другого. По итогам совещания глава города Вячеслав Франк поручил организовать встречу с жителями и дать разъяснения, исчерпывающие ответы. Он отметил, что реализация такого масштабного проекта требует всестороннего разъяснения, особенно для той части барнаульцев, которой этот проект непосредственно коснется. Во встрече с барнаульцами, подчеркнул Вячеслав Франк, он также примет участие. Добавим, проект застройки лесного пруда прошел общественные обсуждения. Получена экологическая экспертиза, утвержден проект планировки участка. Скейт-парк, спортивные тренажеры, площадка для выгула собак. В Барнауле продолжают благоустраивать излюбленное место отдыха барнаульцев – парк «Юбилейный». Накануне представители администрации города и депутатского корпуса оценили качество и темпы работ. Велобеговая дорожка, спортивные площадки, роллер-дром и скейт-парк. Благоустроенных зон в парке «Юбилейный» станет больше. В этом году на развитие популярной у барнаульцев зоны отдыха направили порядка 130 миллионов рублей. Подрядчик достаточно хорошо продвинулся в выполнении работ. Видим, что проведены работы по устройству поребрика, проведены работы по удалению аварийных деревьев, по вырезке порослей, ведется планировка участков. То есть достаточно активно ведутся работы. В этом году завершится благоустройство новой пешеходной зоны и площадки для выгула собак. Появятся и отдельные зоны для игры в теннис, футбол и волейбол. А что касается зеленых насаждений, то их количество увеличится. В рамках третьего этапа благоустройства высадят почти 150 деревьев – березы, рябины, клёны и ели. Подрядчик обещает, что 14 октября, а может даже раньше, объект будет сдан. В принципе, все необходимые материалы закуплены, либо в процессе поставки находятся. Работы шляются укомплектованные бригадой специалистов. В ходе выездного совещания подрядчику дано поручение рассмотреть возможность проведения работ и в выходные дни, чтобы погодные условия не сказались на сроках. Напомним, благоустройство парка «Юбилейный» стартовало в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». С этого времени самый большой парк города начал преображаться на глазах. Из заброшенной территории превращаться в современную, уютную зону отдыха. В исторической части города появится еще одно место, которое по задумке должно привлечь туристов и местных жителей. Речь идет о старинном здании универмакопца Сухова. Уже в следующем году там появится кафе в традициях русской кухни, а также лофт пространства. Кто помогает предпринимателям-энтузиастам браться за старое и вдыхать в него жизнь, расскажем в сюжете. Вместо полуразрушенного и частично сгоревшего здания, сегодня здесь уже виднеются черты универмага купца Сухова. Здание, построенное в 1880 году, оживает с каждым днем. Десятки лет дом стоял без крыши, долгие годы не отапливался. Сегодня на объекте завершают фасадные реставрационные работы. В прошлом году была восстановлена крыша вдоль Малотобольской. Теперь работы идут со стороны Социалистического проспекта. Чтобы реставрировать здание, которому больше 140 лет, понадобились серьезные вложения. И не только собственника. Мы используем собственные кредитные средства. С прошлого года мы пользуемся поддержками Алтайского фонда поддержки предпринимателей. Это предоставление льготного кредита. Мы получили кредит для финансирования постройки котельной, плюс некоторого инженерного оборудования. Это нам очень помогло. Для нас очень примечательно, что это первый опыт взаимодействия с бизнесом на предоставление мер поддержки на реализацию вот такого масштабного, значимого мероприятия. Мы надеемся, что это будет трендом. И другие предприниматели, воодушевившись вот таким замечательным примером, будут также восстанавливать память культурного наследия. Общая сумма инвестиций в проект – 120 миллионов рублей. Впереди еще много работы, но уже известно, что в здании откроют кафе на 250 мест, которое будет специализироваться на блюдах традиционной русской кухни из местных алтайских продуктов. Кстати, это позволит создать порядка 45 рабочих мест. Мы достаточно ограничены в изменениях по фасадной части здания. То есть есть проект, есть охранное обязательство. Поэтому мы сделаем так, что оно будет выглядеть примерно как 140 лет назад. Напомним, что работы на объекте ведутся уже порядка трех лет. Довести до ума старинное здание в самом центре города собственник планирует до конца следующего года. Ирина Корчагина, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком. Жители Барнаула массово скупают билеты на экскурсии по Абим. Накануне Алтайский краеведческий музей открыл сезон передвижных лекций. И уже на следующую экскурсию, которая состоится 29 июня, нет мест. Всего в этом году запланировано шесть заплывов. Слушатели узнают, где и как алтайский купцы вели торг, познакомятся с укладом жизни купеческой семьи. В конце июля барнаульцам на воде расскажут о мире живой природы Аби. А в начале августа о великих изобретателях Алтая, чьи идеи были напрямую связаны с использованием водяного колеса и перевозкой руды из Миногорска в Барнаул. В эту субботу мы плавали, было хорошо, там легкий такой ветерок обдувает. Можно что-то перекусить, не запрещается с собой брать какую-то еду, там даже столики есть. Поэтому подготовиться к такому интересному времяпровождению. Около часа 20 плавает теплоход, и экскурсия чуть поменьше. То есть у вас будет время еще пофотографироваться по окончании экскурсии, посмотреть, полюбоваться на пейзаже. Добавим, что Краевический музей проводит теплоходные экскурсии уже четвертый год подряд. Все подробности можно узнать на сайте музея. Алтайские спортсмены готовятся к вечеру профессионального бокса. 6 июля Барнаульский промоутер проведет второй турнир Лиги СФС на территории Чемальской ГЭС. На зрителей увидят более десятка поединков. В большинстве из них выступят представители нашего края. Но состязаться на ринге будут также спортсмены из стран СНГ, Центральной России и даже из далекой Кубы. Почетным гостем турнира станет Николай Валуев. Подробнее в сюжете. В спортивном клубе «Смена» в Барнауле молодые любители бокса готовятся к профессиональному бою. Им предстоит выйти на ринг и показать класс на глазах у знаменитых чемпионов. Арсений Лазарев – самый молодой участник. Ему к моменту соревнования исполнится 18 лет. В боксе он уже третий год, но на профессиональной арене впервые. «Всю жизнь я как-то занимался больше одиночными видами спорта. Всегда где-то борьба в детстве, потом на ММА попал. И как-то всегда было интересно именно одному себя проверять. Ну, соперник, я знаю, высокий, будет, скорее всего, вторым номером работать. Побольше меня, погабаритнее, но я буду первым номером работать, переть. Пытаться пробить в первых двух раундах, скорее всего, его выносливость». Первый турнир профессионального бокса проходил 4 апреля в Барнауле. Наши боксеры из Барнаула, Бийска и Камня-на-Аби выступали против гостей из Новосибирска, Омска, Кемерово и Прокопьевска. Тогда на ринге бои проходили не только между боксерами, но и представителями других видов спорта. Для молодых ребят до 25 лет такие шоу, по мнению организаторов, могут открыть дорогу и в большой профессиональный бокс, где за победу, кроме славы и ценного для жизни опыта, чемпионы получают денежный приз. «Во-первых, другой вид спорта – профессиональный бокс. Любители перчатки другие, правила другие. В профи есть время раскачаться, подумать, боксировать. Перчатки жёстче профессионалов. Опять же, я ее видую, немалая роль уделяется тому, что есть возможность заработать финансово. Это тоже стимул». География предстоящего поединка стала шире. Вместе с сибиряками в боях сразятся гости из Самары, Иркутска, стран СНГ, Кубинец. Для большинства ребят из клуба «Смены» это будет дебют в профессиональном боксе. «Подготовка строится очень продуктивно. Тренируемся каждый день. Готовимся на все сто. Любительский бокс на касание, на очки, то профессиональный, более жесткий и на акцент. «То есть важно не только по боксу, но и ударить?» «Но и ударить». Участники не только тренируются, но и присматриваются к своим соперникам по их параметрам. «Занимаюсь боксом на протяжении пяти лет. Ну, прям плотненько. После этого три года занимался так, что для себя уже. Сейчас упала возможность поучаствовать в таком мероприятии. Думаю, не стоит отказываться». «Нужно соперникам видеться другое?» «Да, ну почему нет. Я думаю, можно и подружиться даже. Спорт все равно сближает же обычно». «Это будет зрелищно, красиво, широко. Сам приеду обязательно. Встретимся, пофотографируемся, раздам автографы. Ну и, конечно, приводите детей, потому что дети – наше будущее. Спорт объединяет. Точнее, бокс объединяет». Именитые боксеры приедут посмотреть на молодую смену. Участники главного боя – Василий Штык, сибирский дьявол из Иркутска и кубинец Линьер Гонсалес. В соглавном бою, втором по важности поединке, выступят бескомпромиссный Вадим Лупсанов и техничный Рафих Чаян. Что касается боксеров, для которых прошлый турнир оказался неудачным, они надеются на реванш. Чей удар быстрее, кто лучше уклоняется и двигается, станет ясно на ринге. Организаторы считают, что бокс необходим Алтайскому краю и рассчитывают, что число участников со временем будет только расти. А пока всего 10 пар спортсменов готовятся к своему звездному часу. «Когда боксируешь, ты боксируешь не против своего соперника. Тебе в первую очередь нужно выиграть себя, чтобы, ну, скажу, даже три раунда на любительском ринге очень тяжело продержаться. А здесь еще, я представляю, четыре раунда. Но нужна большая сила воли для этого». Вечер профессионального бокса пройдет 6 июля в Чемале. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком. Еще один модный приговор для собак прошел в Крае. После успешного первого подобного мероприятия в Барнауле организаторы провели модный показ в райцентре Ключевского района. Его участниками стали 11 породистых собак. Они прошлись по сцене в авторском костюме под аплодисменты восхищенной публики. «Любит вкусно покушать. Желательно не три раза в день. Охотно играет с детьми и гоняет кошку по дому. С нетерпением ждет маму домой. Из дверей с любопытством проверяет все пакеты со вкусняшками». Здесь не судят собак за форму ушей и длину лапы. Хотя все участники модного показа породистые. Организаторы считают, гораздо важнее дать возможность людям рассказать о своей любви к четвероногому другу. «Встречайте! Участница Людмила, ее собачка, Ключевка, точка уха, Снежинка. Единственная в своей породе. Умная, хитрая, любопытная. Любимые игрушки-мячики. Дружит с кошкой Лизой. Не разрешает себя гладить посторонним людям. Когда Людмила подходит домой, Снежинка всегда радостно встречает ее. Целует и заглядывает в сумки». Задача – пройтись красиво, чтобы зрители рассмотрели наряд. Их хозяева делали самостоятельно. Собака обходит сцену на поводке. Выход сопровождается рассказом о пушистом друге. «Очень спокойная, добрая, преданная собака. Никогда в своей жизни она не ходила на поводке. Предпочитает спокойно шагать рядом с хозяйкой. Не любит оставаться дома одна, поэтому и везде ездит с хозяевами. «Раньше любила бегать за мячиком, прыгать и веселиться. Сейчас предпочитает спокойные прогулки. Полежать на свежем воздухе, посмотреть по сторонам. В общем, все согласно возрасту». Степень воспитанности у всех животных разная. Но, как показывает практика, такое мероприятие уже проходило в Барнауле. Ни одна собака, к которой хозяин относится с лаской и заботой, ни лаем, ни попыткой сбежать, никого не напугала. «Мы хотим, чтобы культура поведения, чтобы отношение к животным улучшилось в нашем регионе, ну и во всей стране. И, соответственно, делаем такие события. Есть много бездомных животных, и хотелось бы, чтобы этого стало намного меньше, чтобы больше было животных все-таки в своих домах». Для села Ключи такое событие стало первым. Участники получили подарки в виде здорового корма. После такой попытки жители ждут продолжения, чтобы в показе смогли поучаствовать и крупные собаки. Ведь не от породы зависит, насколько сильно пес предан своему хозяину. Дарья Ерошина, День с толком. На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы завтра в это же время на телеканале Толк. Я напомню, для вас работает телефон редакции 205-545. Обязательно звоните. Далее о погоде. До встречи в эфире. Продолжение следует...